всем привет всем привет это мой первый-первый влог и я очень волнуюсь но думаю что будет окей погнали так вот именно сейчас именно сегодня какое число по моему седьмое 8 декабря короче где-то что-то где-то возле с чистыми у меня проблем но не суть я пойду гулять своей подружкой на красную площадь я ни разу не была на красной площади в плане именно когда она наряжена все такое вот эта атмосфера к новому году потому что я только недавно переехала в москву и как бы и меня это все новое крутое классное поэтому будем с вами смотреть что же там я понимаю что многие из вас были все видим но все-таки нужно одеваться собираться краситься и все в этом духе поэтому пойдемте со мне нужно сделать знаете какой-то такой обычный мейкап просто замазать все свои вещи короче что я вообще никогда не страдала от каких-то высыпаний абсолютно то есть для меня это было что-то незнакомое не все и не скажу что она сейчас как плохая да нет все супер но просто я начала замечать что у меня не более чаще начали появляться именно эти такие противные которые долго проходят вот я еще такой человек очень не буду себе выдавить хотя я понимаю что ну нельзя нельзя всякую я хочу неделю короче и сладкое вообще абсолютно потому что я с детства сладкоежка которая обожает все сладкое просто я могу съесть банку сгущенки без чая без всего спокойно да я немножко зависима ладно не немножко я зависима от сладко а я как вы знаете и дисциплинированных спорта с марки месяца я беспрерывно занимаюсь спортом вот но у меня проблемы с питанием питание для меня это важная тема спорта в как бы я в ладах действительно это интересно и как бы нравится видите результат это моля знаете пресс-полосочку на животе типа ну ничего себе как прикольно вот касаемо питания все помогут им два дня питаться нормально знаете аля вот эти вот авокадики там не знаю что гречка с курицей валиона еще что-нибудь там сладкое абсолютно не есть но наступает потом такой момент когда я просто срываюсь я выжигаюсь как не знаю кто я понимаю что это неправильно это нельзя сразу себя просто ограничивать в чем-либо но так получается если очень неделя мне будут съемки для бренда шубок шубу вот тоже очень интересно что там будет может что нибудь это мы сниму рабочий процесс я накрасилась такая вот девчонка и надеюсь до вас не не сильно будет напрягать как я снимала ванны потому что там реально игру меня только одно зеркало то есть я очень хочу большое пол чтобы нормально существовать потому что я всегда на понимаете для меня вот зеркало это что-то мега важно только одно зеркало то есть я постоянно уже полный свой так сказать аутфит вижу когда я спускаюсь на лифте вниз и там уже большое зеркало въем покажу да и там я уже смотрю все такого типа блин ничего так вроде по оделась нормуль раз я уже одеваюсь собираюсь и пойдем мы с ней поеду уже тербот не знаю что мне надеть ладно придумаем ловлюсь такая милашка вы тоже милашка сидите там такая симпатичная смотрите меня всем милашки девчонки да так все желаю всем хорошего дня очень продуктивного веселого классного атмосфер но там все супер джипра короче и одеваемся ищу колготки утепленные чтобы их надеть потому что все таки девочки бережёмся нам всякие состить натика не нужны вот режиме не хватает колонки потому что я обожаю музыку и все что с ней тема и теплые колготки и прочим у меня есть на не знаю короче надену вот такую лабуду типа такие вот в рубчик не знаю может еще поищу найду потому что мы пойдем гулять а сек мы пойдем гулять а это обозначает что мы замерзнем ванга продолжаю поиски либо надеваю эту воду ну блин все таки знаете мне пофиг главное чтобы было тепло очень хочу надеть вот такой вот костюмчик покажу сейчас так тут вот такая типа кофта помпе да длинненькая с горлышком и вот такие просто штанишки надеюсь это будет очень даже симпотно сибапулька буду я я уже надела эти зеленые штучки солнышко такой кайф и вот я в лифте как и говорил где я смотрюсь как бы вот так девочки сам пролись шапочка в ручках а пока что вот так тут вот еще и секунды не тут и какая красота да я про себя конечно же да нет и вокруг тоже солнышко так хорошо только ветер конечно вообще отвратительный ужасный очень холодно хотя вроде бы утеплилась но из-за ветра прям неприятненько чем не ехать ну блин а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы находимся в центре сердца Москвы Да, на Гумкатке Блядь, давай вару Короче, я пришла в рандомный магазин Померить что-то к Новому году Тут разные платьишки Уже померила Ну, вот такое Я потом покажу, какой я в итоге выбрала Вот такое приколдесное Итак, я, короче, вернулась домой Я ушла, получается, в час дня ровно из дома Время уже 8 Я сейчас хотела бы вам сказать, какой я в итоге платью Я не знаю, надену ли я его на Новый год Что-то меня сейчас уже смущает Что, знаете, вот оно так топорчет Хотя я так понимаю, что это как бы и нужно Но не суть Я его купила, знаете, настолько быстро Что будто бы мне оно Не по плечам Ну, ладно, как бы Каких-нибудь видосиков Окей Суть в том, что я хотела его на Новый год Да, может, я не знаю вообще, что будет Как-то так Вроде бы прикольно Но я бы себе подпишу Вылез, конечно Не знаю, девочки Скажите, как? По-моему, нормуль Жду ваших комментариев Касаемо этого платья Мне очень интересно Как я его купила, рассказываю Короче, мы зашли в охотный ряд Ну, в ТЦ Замёкли, типа Решили посмотреть шмотки Там нижнюю обелиско Там в ТЦ Неси очень даже симпатичное было Ну, не суть И получается Мы проходим мимо какого-то магазина Я вообще впервые такой магазин видела Он оказался мега недорогой Просто мы зашли посмотреть, да И я увидела там это платье И не только его ещё Где-то три я померила Но они уже были вообще, знаете По ним было видно, что они такого Короче, фигня А это мне ещё более-менее понравилось Я подумала, что даже если я его не надену Оно мне подойдёт для каких-то съёмок, знаете Как бы платье лишним не бывает А у меня их как раз-таки очень мало И тем более оно стоило 1800 Типа для платья это вообще мега дёшево Ну, реально И, короче, я его купила А теперь я не понимаю Наверное, вы меня понимаете Потому что я сама себя уже не понимаю Вот эти безрассудные покупочки Это, конечно, меня каждый раз удивляет Потому что вот я меряю, знаете Смотрю из себя так как-то Блин, реально симпатичнее Симпатичнее Господи, что с моим языком Вот, а когда я уже прихожу домой Приучивайте того, насколько вы помните Что у меня нету зеркала Я уже такая думаю Блин, девчонки Точнее, блин, Алёна Не понимаю Мне нужно, короче, ещё всё разобрать Вот этот уголок Тут куча коробок, пакетов каких-то Тут лучше вам не видеть, что происходит Хотя, на секунду Я помешана на уборке Вот честно Когда я прихожу откуда-то У меня бывает такой, знаете, временный беспорядок Сейчас я всё это, естественно, уберу И буду, короче, ещё вешать гирлянду Я купила скотч Буду как-то пробовать Гирлянда у меня такая, знаете Которая шторками идёт Вот я сейчас её сюда повешу И будет такая атмосферная комнатка Класс Я записывала вам три минуты У меня ничего не записалось В общем Сейчас придёт, короче, мой молодой человек Скоро Мне нужно его чем-то накормить Вот Я долго думала, что сготовить так по-быстренькому Решила, что пожарю картошку Потому что, может, кто не любит жареную картошечку, да И вот И у меня тут такая дилемма Что же поесть мне? Так как С одной стороны Я могу тоже поесть жареную картошку Ну я же как бы ПП Ну я это решила вчера, что, конечно, я ПП Ну как бы сейчас мне хочется как бы и картошечку Да Но с другой стороны У меня есть в холодильнике гречка Я могу спокойно её себе разогреть и поесть Но Как бы Ну знаете, с одной стороны Как бы, Алёна Ну не нужно себе отказывать Отказывать Организм как бы требует Пожарь себе картошки с чем-нибудь И будет всё супер Нет Даже если гречку Я не знаю, с чем её есть А, моя особенность Я не люблю салаты Да, вы сейчас скажете Как ты не любишь салаты? Да, я не люблю салаты Нет, я люблю отдельно, знаете Там а-ля Огурец Редиску Я могу это скушать Но именно как салат Я не могу А ещё я не люблю помидоры Абсолютно То есть я могу там, не знаю Добавить в какую-то пищу Томатную пасту Или вообще в принципе Помидоры перерезать Чтобы они протушились Да, я так буду кушать Но касаемо Чтобы там взять Помидорку и её схавать Нет Вообще Вот Почему я решила Что я хочу соблюдать ПП Потому что Я вторую неделю Уже прохожу марафон От Хлой Тинг И поэтому Я задумалась И как бы о питании Я уже Сколько этих марафонов Не проходила Объясняю В один момент своей жизни Даже можно, мне кажется Снять видео В один момент своей жизни А именно в 20-м году Я поправилась на 5 килограмм То есть до этого У меня никогда не было Ни проблемы с весом Я всегда всё устраивала Но в этот момент Я поправилась на 5 килограмм И по сей день То есть в 22-й год Уже 2 года Не могу сбросить эти 5 килограмм Вот вы думаете Блин 5 килограмм Ты что-то не можешь сбросить Вообще Ну как будет Как, да? Реально Просто какой-то застой То есть я Регулярно занимаюсь спортом Я ходила и в зал Я и дом постоянно занимаюсь То есть мне в этом плане Реально есть дисциплинированность Но, естественно, всё заключается в питании Потому что питание Всё-таки 80% результата Нежели спорт Спорт, естественно, тоже влияет Но питание Это самое главное И тут уже загвоздка От того, что я очень люблю сладкое Я люблю обжираться Я люблю мучное Также, естественно Не обхожусь без фастфуда То есть вот А-ля Мой молодой человек Может вернуться вечером с работы И принести мне кучу Всяких там, не знаю Ну, из Мака Там, из Борякинга Ну, неважно Куча вкусняшек И, конечно, не могу себе отказать То есть до этого момента Я соблюдала Так сказать Правильное питание Весь день И вот он это приносит И я просто не могу Выдержать это И начинаю вместе с ним есть Но Но Есть такая как бы Штука Как Какая штука Что я хотела сказать А, вот Вчера я отказалась От сладкого От всего Вот А сегодня я уже Собираю же я картошку Да Ну так вот И поэтому Я решила Что я хочу От этого Казаться Потому что Как бы Если бы я Соблюдала питание Спорт Был бы результат Но я соблюдаю Только спорт От него естественно Боявляется и рельеф И у меня Типа Очень много мышц Но это без шуток Действительно Много мышц Что Ногах Что ручки Что тут Что там Что тут Как бы Все супер Но как бы Даже ручки Никто не отменял Как бы Вот Ну короче Я не знаю Я вам потом покажу Какой выбор Я все таки сделала Но И мне так в животе Все вот это Ворочит Что я очень хочу У меня сейчас уже Картошечки Вот Я обязательно сниму Еще отдельное видео Про Свои попытки похудения Я думаю Что это очень Актуальная тема Так как я сама Стойко пересмотрела Таких видосиков И возможно Мои советы будут Для вас полезны Поэтому Я не буду Говорить Вот это вот Вот Девочки Кушаем Пока-то Тосты Покупаем рыбку Красную Закидываем Зентим Куча Овощей Нет Это вообще Будет не про это Я чисто От себя Вам скажу Как мне кажется Так как Все равно Я обычный Человек И все вот эти Вот видео Которые я смотрела Про то Как же похудеть Про то Как правильно Правильно питаться Это конечно Замечательно Это конечно Все правильно Но все-таки Мы все люди И у всех У нас бывают И срывы И так далее Я расскажу Как я С этим Борюсь Возможно Сниму Виде Где Будете Видеть Как Мне Протекают Эти Дни Когда Я пытаюсь Это все Соблюдать Короче Я думаю Что для вас Это будет Максимально актуально Я понимаю То что У меня Маленький Как бы План Похудение Я не буду Говорить Что Я похудела На 20 Кг Делюсь Результатом Нет Я еще В процессе Потому что Действительно Со мной Произошло Такое Что в Один Момент Идеальное Тело Превратилось Не В Идеальное Тело Именно Для Меня То есть Да Возможно Для Вас Вы Посмотрите И Скажете Что В Тебе Не Так Говорим Как Все Нормально Обычно Нормальное Строение Обычно Нормальное Тело Да Возможно Для вас Это будет Так Но Мне Некомфортно Все Так Ощущает Дискомфот И Поэтому Я Буду Пытаться Меняться Потому что Без Этого Никак Вот А Сейчас Начнем Готовить У меня Тут Сетка У Картофеля Картошки Так Наливаем Сюда Водичку Чтобы Складывать Картошку Я Заказывала На Зоне Себе Вот Такую Вот Штучку Для Масла Потому что Мне Казалось Так Эстетичный Так Удобно Сам Делит Нихера Неудобно Честно Просто Абсолютно Абсолютно А еще Не Легу Чистить Картошку Ножиком Поэтому Я Чистю Всегда Такой Вочист Рукой Нет Я могу Ножиком Но Типа Мне Вообще Не Ранее Ой Что-то Сегодня Ходилось Мне Так Болят Ноги Я Так Хочу Еще Повесить Гирлянду Быстрее Чтобы Знаете Такая Была Атмосферка Я Не Планирую Квартиру Украшать Как-то Невероятно Я Только Повешу Гирлянду И У меня В принципе Знаете Нет Новогоднего Настроения Но Благодаря Сегодняшнему Дню Что Я Погуляла На Красной Площади Оно Немножко Увеличилось Потому Что Такая Атмосфера Реально Хочешь Не Хочешь Настроение Появится Пока Что Я Находилась У меня Не Было Абсолютно Настроения У меня У некоторых Патруг Они Да Новый Год Классно Выбираются Плачки Хоть Я Тоже Купила Я Вообще Этого Не Планирую Абсолютно Я Думала Что Ничего Не Буду Покупать Так Как Вы Знаете Обычно У меня К Новому Году Есть Настроение А в Этом Году Просто Не Знаю Самая Главная Причина Потому Что Я Вообще Еще Не Знаю Где И Как Я Буду Справлять Новый Год Скорее Всего Я Поеду В свой Родной Город Буду Праздновать Своей Семьей Скорее Всего Так Итак Приступим Белиссимо Реально Белиссимо Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так Я снова Короче Крошусь Потому Что Мы Поедем В ТЦ Я вам покажу обязательно, так люблю болтать, вот я реально могу стоять, и наверное часами рисковали, и многие могут подумать, типа, ой, какая это, блин, вообще сумасшедшая, что они болтают. Но я обожаю поделить, смотреть девчонок, которые уже, как бы, говорят, красить, болтают, мне интересно, что они говорят, поэтому, как бы, это очень дневно. Я всегда очень хотела снимать видео, мне это мотивирует, мне это так не нравится, поэтому я хочу, хотя бы, знаете, одного человека делать счастливее, просто своей болтой, он отличается от своих каких-то повседневных проблем, и это будет клево, потому что, когда я смотрю других девчонок, мне это реально помогает. Поэтому красимся, потом я вам покажу, что у него то не получится. Решила приклеить свои девчонки. Я, короче, уже в лифте, спускаюсь снизу. Нам пора. Так, все, короче, погнали в ТЦ. На улице относительно тепло, снижу, можно... Я уже в себя в снежинку. Легко и как Тарвана. Мне уже какая-то музыка. Мы приехали в Сальвегас. Смотрите, как тут подсвечивается все офигенно. Зара, вернись. Кайф. Короче, смотрите, тут будто бы небо, оно плывет. Но оно, на самом деле, конечно, не плывет. Очень красиво они все тут сделали. Мне прям нравится. Знаете, когда ходишь в ТЦ, сразу поднимается новогоднее настроение максимально. С Тайваны. Выбираем, на какой фильм сходить. Наверное, на елки пойдем, но не факт. Я сто лет не ходила в кино. Мне кажется, уже больше полугода я не была. Даже больше. Поэтому посмотрим, как там елки. Мне кажется, такое себе. Но, в принципе, посмотреть, почему нет. Вот эти, что мы заказали. Конечно же, Макдональдс. Ладно, девочки, я обещаю, в следующей неделе точно ПП. Мы, короче, пришли в кино. Зал еще просто пустой. В самом деле, это мне мой дорогой мужчина снял этот весь зал, чтобы мы смотрели с ним фильм. Да-да-да, конечно. Так, все, мы смотрели фильм. Я вам до этого говорила, что, типа, вот, он, наверное, будет не очень. В итоге оказался очень душевный реально фильм. Не буду, конечно, спойтировать, но там был один момент, который мне был близок. Вот, и он меня очень растрогал. Я поплакала, ну, потому что реально, прям, знаете, такой милый, добрый фильм. Поэтому всем советую просмотр. Конечно, там не будет ничего такого феерического, но чисто посмеяться, не знаю, точнее, поймать вот эту вот новогоднюю атмосферу, получить новогоднее настроение, то да. Сейчас мы уже поедем домой. Заедем, я думаю, либо в Глобус, либо просто в магазин какой-то, который у нас рядом. И все. Так что так. Забрали комплект моего постоянного света. Теперь я буду просто профессиональным контент-мейкером. Уху! John Mew, оператор постановщик. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok